Доброго здоровьица, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Сегодня я хотел сказать буквально пару слов в связи с многочисленными манифестациями за свободную Палестину, так называемую, против Израиля, за Хамас, которые проходят по всей Западной Европе, по всей Северной Америке, включая нашу Канаду, и особенно, кстати, по университетским кампусам, ну, это неудивительно, там у них у всех промыты мозги. Что это за демонстрации, мы все, надеюсь, понимаем. Как бы они там ни назывались, кстати, непонятно, они требуют свободной Палестины, так Палестина вроде бы свободна, что Израиль свободный государство, а он находится на территории Палестины, то есть Палестина и Израиль это одно и то же фактически, разве нет? Но не будем вдаваться в эти подробности. Да, тут еще один момент имеет место. Многие, как я знаю, подходили к этим манифестантам и спрашивали, вот вы кричите, от реки до моря Палестина будет свободной. А от какой реки до какого моря? Практически никто не знал ответа на этот вопрос. То есть они понятия не имеют, где лежит Палестина и многие даже говорили, что до Черного моря. Вот такие глубокие и прочные знания. Я этот вопрос не задавал, хотя я тоже к этим красавчикам подходил, я их спрашивал другой вопрос. Ну, хорошо, вы против израильской оккупации Палестины, а где же сам Израиль-то находится? Вы знаете? Никто не ответил. И более того, мой вопрос вызывал немотивированную агрессию. И заодно еще что интересно, вообще эти ребята хорошо проплачены, они платят по 30 долларов в час за участие в манифестациях. Но они также очень хорошо организованы. Вот начинаешь говорить с кем-то из молодых, тут же подходит какой-нибудь дядя, который более-менее взрослый, которому хотя бы 40 лет или больше. И агрессивно надвигаясь, говорит, а что это вы тут спрашиваете? А что вы вообще хотите? И в общем, это тоже очень интересно. Кстати, еще хочу сказать, совершенно уж если быть с вами откровенным, мне очень не хочется в это влезать. Я, как вы знаете, не еврей совсем даже. И, казалось бы, мое дело сторона. Но на самом деле не совсем сторона, потому что в реальности вот эти люди, которые поддерживают массовое убийство, имевшее место в Израиле в октябре сего года, которое осуществила такая организация, как Хамас и ее симпатизанты, они зверски убивали людей, но вообще убийство это уже зверство, правильно? Но то, как они их убивали, это напоминает мне самая мрачная страница Средневековья, да и не только Средневековья, армянский или греческий геноцид во время Первой мировой войны. В детали вдаваться не буду, слишком уж это мерзко и шокирующе. И, конечно, сразу хочу сказать, что с моей точки зрения эти люди, которые выходят на манифестации, кстати, посмотрите, там большинство не имеют никакого отношения ни к Ближнему Востоку, ни к арабам, а это пожилые и молодые англосаксы. Смотрите. Так вот, эти люди, эти добрые люди, они совсем даже не враги Израиля или евреев, и они не враги человечества. Позволю себе сказать, что с моей точки зрения это враги всего живого. И если им удастся когда-нибудь ликвидировать государство Израиль, и можете не сомневаться, чем это будет сопровождаться, какой кровью, они примутся за всех остальных и за вас в том числе. Вот это я вам гарантирую. Поэтому я, собственно говоря, и встрял сейчас. Хотя, повторяю, мне этого очень даже не хочется. Но я сейчас даже о другом. У меня есть один вопрос, который, выражаясь словами Маяковского, был с закорюкой и с закорюк. И когда этот вопрос вставал в мозгу у Вилли, но это в стихотворении Вилли, я-то не Вилли. И когда этот вопрос вставал в мозгу у Вилли, ложка падала из вильяных рук. Или трубка падает из моих рук. Фигурально говоря. Вопрос такой, почему в больших городах, где проходят эти манифестации, мы не видим контр-манифестации? Или почти не видим? По идее, во всех этих городах довольно большие еврейские общины. Хорошо организованы. Есть ассоциации еврейских студентов в каждом университете. Есть синагоги. В нашем городе их, по-моему, две. Но одна-то точно есть. Куда многие ходят. И не только евреи, кстати. Почему же никто не выступает против таких манифестаций, призывающих к уничтожению их народа фактически? Ну, это ладно. Боятся, да? Чего же они боятся? И еще под вопрос. А почему же они не боялись несколько лет назад, когда сотни людей, в том числе и размахивавшие израильским флагом или насыплявшие желтую звезду на грудь, как, вот знаете, в мрачные годы нацистской оккупации, они собирались и устраивали протест против нашего местного адвоката, ныне уже покойного, Дагласа Кристи. Этот человек, его вина, с их точки зрения, заключалась в том, что он, во-первых, как адвокат, защищал тех, кого подозревали в совершении преступлений во время Второй мировой войны, ну, подозреваемых нацистов. У нас свободная страна, как бы, и любой человек, в чем бы его ни подозревали, имеет право пользоваться услугами адвоката. И вот Даглас Кристи, или Даг, попросту он им такие услуги предоставлял. Это его первый грех, в кавычках. А второй грех, это то, что он возглавлял крошечную совершенно группу, которая называлась Лига за свободу слова. Ну, свобода слова у нас в Канаде официально есть, только не очень она соблюдается. Ну, она же, знаете ли, и в Советском Союзе была официально, свобода слова. Только тюрьмы и психушки были заполнены тем, кто пытался этой свободой воспользоваться. Так вот, Даг Кристи и его последователи, среди которых, кстати, было немало евреев, хотя их было мало, потому что вообще организация еще маленькая. Дай бог, если там было два десятка человек. Я в ней не состоял, естественно, но я Даг Кристи хорошо знал. И вот он считал, что, например, если общество свободное, если в нем есть свобода слова, человек имеет право в том числе и отрицать Холокост. Кстати, прошу внести в протокол, я Холокост не отрицаю. Хотя, как человек частично немецкого происхождения, мне бы хотелось, может быть, верить, что его не было, потому что страница позорная, но я не могу в это не верить по одной простой причине. Я историк по одной из своих специальностей, и я лично видел множество официальных, оригинальных документов, которые подтверждали, что Холокост был. То есть, я не то, что верю в то, что он был, я знаю, что Холокост имел место. Но, с другой стороны, Даг Кристи полагал, что если человек во что-то не верит, ну, это можно осуждать или не осуждать, но он имеет право не верить и об этом говорить. Вот это был его второй грех, в кавычках. И, когда его группа где-то собиралась, тут же сбегалось несколько сотен человек, которые кричали, оскорбляли, называли этих людей нацистами, кидали камни, плевали в них и так дальше. И даже, когда сам Даглас Кристи появлялся на улицах Виктории, у него характерная внешность была и характерный костюм, на него нападали, обзывали, плевали ему в лицо вот только за все это. И вот тогда, почему-то, эти люди не боялись. А сейчас, когда толпы призывают к их уничтожению, причем небольшие толпы, эти люди молчат и на улицы не выходят. Нет, я не еврей, мне до этого как бы дела нет, и я не призываю никого выходить на улицы, боже упаси. Я вообще никого ни к чему не призываю, потому что, кто я такой, чтобы кого-то к чему-то призывать. Но у меня просто вопрос, почему тогда они выходили, а сейчас они не выходят. Я ответа на этот вопрос не знаю. Может быть, вы знаете. Ну, если вы знаете, можете написать в комментариях, даже напишите, пожалуйста, я с удовольствием почитаю. Вот это, собственно говоря, и все, что я хотел сегодня сказать. Желаю вам приятного весеннего настроения, несмотря ни на что. Жизнь продолжается. И всего вам доброго. Возможно, в ближайшее время еще что-нибудь запишу. Даже наверняка запишу, если жив буду. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok